Здорово пацаны! Приехал в деревню навестить стариков, ну и у меня как у рыбаков, у рыбаков удочки в машине, а у меня металлоскатер всегда в машине валяется. Вот пользуясь моментом, есть пару часиков до темноты, сейчас мы походим вот здесь по полю, по нашему любимому полю. Мы здесь еще не ходили с етраком. Сейчас мы здесь быстренько пробежимся, два часика походим до темноты, а завтра с утра продолжим. Так, ну что, хабарница, пинпойнтер, в принципе одно из самых главных это лопата, которая закапывает после себя ямки. Романикс канал советует. Все работает. Ну что, поехали? Так, ребята, попалась какая-то интересная фигня. Смотрите, что это такое? Не пойму, потру сейчас я. Что тут? Что тут на ней? Непонятно что-то. Солнышко садится, я осторожно тут край домов хожу. Вот это дребедень попался. Попробую дом оттереть, потом показать вам. Узнаем, что это такое. Продолжать давайте. Забурился я вот в такое место. Видите, трава какая. Вот сейчас здесь реально еще пройти. Когда она позеленеет, здесь уже будет нереально ходить. Вот еще одна непонятная штуковина. Хожу я на месте старой дороги. Вот что это такое? Херь какая-то. Что-то от чего-то, возможно, отломилось. А что это? Непонятно. А сигнал давал 10.34. Четкий был вообще сигнал, не промажешь. Вот как-то так. Ладно. Будем выдвигаться вон туда. Смотрите, пацаны. Копать даже не пришлось. Смотрю, показывает глубина там минимальная. Отодвигаю траву. А тут вот она лежит, видите? Вот как она лежит тут. Буду приближать. О, поймал. Сос какой-то, блядь. Или что это такое? Сок. Ну-ка. Че тут такое написано? Непонятно. Похоже, что свинцовая. По всей видимости, это печать или что-то в этом роде. Или пломба. Здесь даже колечко вот сохранилось. Видите? А здесь с этой стороны тоже буквы какие-то. Ну, придется оттирать, чтобы вам показывать. Ну, ничего. Первая за сегодня находка. Сок какая-то. Че-то непонятно. Ну, это пломба стопудовая. Старинная пломба. Кто собирает, обращайтесь. Здесь патрошка. И он нормальный. Мало того, что он еще и с порохом. Прикиньте. Ого. Вот он. Трубчатый порох. Сырец. Вот такой вот он. Таких патронов. Жалко вот сломанный. Может, я его щас сломал. Ну, посмотрел. Вроде пульки-то нет. Пульки-то нет. Ща попробуем его поджечь. О, как горит. Нет, это не дымный. Вот, как горит. Вот так вот. Это уже третий. И ни одного целого. Антоновский тут панда орудовала. Вот в этих домах. Ну, ничего. Огороды пустые. Вообще, мусор один. Подобрался почти что вплотную к дому. Уже начинает темнеть. И вот у меня первая монета, ребят. Видите? Вот она. Я вижу, что это Павловская. Ну, это какал конкретные, ушатанные были. Убитая на глушник. Копейка, не год, ничего. Сейчас пока не могу прочесть. Но это все равно зачет. С Павловской монетой у меня все начиналось. Когда я ходил с Аськой, я уже ее продавал. Но потом мне попалась Павловская монетка Петра... Ой, Петра Первого. Павла Первого, да? 1801 года. И все у меня пошло. Поехало. А вот тут сортир. Туалет типа сортир. Так, будем продолжать. Ближе к дому. Вот монетка попалась, пожалуйста. Ну что, ребята. Продолжим. День второй. Сегодня прохладнее. Ветерок порезче. Вот сейчас я переехал на другое поле. Вчера копал на другом. Сзади меня тоже стояли дома. Сейчас, где я нахожусь, тут стояли дома. Попробуем здесь поковыряться. Моя мятая морда сейчас отойдет. Я только сейчас проснулся. Время 5 минут седьмого. Ну, ума нету. Вот. Ну давайте. Поковыряемся. Так, недолго я копал. Смотрите. Промазал я буквально прям на чуть-чуть. Смотрите. Видите? Что-то там лежит. Что это может быть? Видите вообще, как вот сейчас раз, откинул, она лежит. И прям такая, как сухая. глянь. И по ней чуть-чуть задел я. И это, по всей видимости, друзья мои, ааа, мне показался фенинг вообще. Это щитовичок. Пятнарик. Сигнал такой, знаете, черметный. Такой сигнал. Сейчас я вам скажу, какой сигнал был. Год, гляну. Так, какой у нас тут год-то? С какой стороны мы смотрим его? Секундочку. 32-й год. Ну, здесь, на этом поре, они такие, попадаются. 32-е, 31-е года. Да. Ну, ладно. Ничего так себе еще. Не сильно ушатаны. Сейчас зароем и будем дальше продолжать. 20-ничек. Неплохо. 20-ник такой, босячий причем. Сохранчик такой, хорошенький. Так, а здесь? Ну, здесь все по-старому, большие буквы, все нормально. Год у нас 40. Какой? 46-й. 46-й год. Пойдет. Это уже хорошо. А вот, пацаны, какая кроха выскочила. Советская, 61-й год. Копейка. Показывать-то ее в принципе не хотел. Ну, вроде монетка. Я все-таки наделся, что ранний совет. Но это поздний совет. И зачет, не зачет. И монет, не монета. 63-й год. Ну, ладно. Пусть будет. Что ж, выкопал уже. Отдыхать, пацаны, тоже надо. Немножко сейчас перекусим. И в путь. Короче, много наших земляков пишут мне в социальных сетях. Трали-вали. Туда-сюда. Возьми покопать. Ну, это хорошо, что у меня есть машина. А у ребят нет. Я все понимаю. Но только куда мне взять. Они места свои не предлагают. То есть, я их должен отвезти на своей машине еще на свое место. Я считаю, это несправедливо. Ребят, вы не обижайтесь. Я человек скромный. Я не могу это сказать в глаза. Боюсь обидеть человека. Но реально так дела не делаются. Пишите, предлагайте. У меня есть вот такое-то место. Давай туда с тобой съездим. Базар ноль. А то ведь надо еще отвезти и еще свое место показать. Но я работаю с картами всю зиму. В библиотеку хожу. И то я практически никуда не выезжаю. Очень редко. На самом деле по новым местам редко куда выезжаю. Если выезжаю, то я там ничего не нахожу, например, а ролика нет, естественно. Что вы показываете за одной монетой? Когда более-менее находка есть, можно ролик замострить. Или просто есть интересный там, например, вот у меня есть недавно ролик экскурсия, да? У нас там нет находок к солевым. Но там там самый ролик интересный, поход наш интересный. Так что как-то так вот, друзья, пожалуйста, не обижайтесь. Принимайте к сведению, короче. Ну сейчас даем здесь еще в краешке похожу. Здесь мне раньше империя попадался. Сейчас постараюсь что-нибудь найти. Еще час максимума мы завязываем. 55-й год. Рамочник. Ранее СССР-чика. 15-й. Так, они там что, 10? Вот теперь 15, да? 20 еще кажется есть. Да не кажется, я уж что, я забыл, что ли? Дурак, что ли? Так. Сейчас мы их вкроем. Что тут? Ага, 20-ник. А, пятнарик есть 32-го года. Это подстарее будет. Это постарее. Ну, вот так пока копаем. Особого удовольствия. Максимального я бы даже сказал. Вот что мы ищем-то, да? А эти советы, ну, куда их девать? Вот 20-ник, да, 20-ник радует своим сохранам. слава богу, что хоть так-то пока ходил, ходил, целый час не было у меня ничего. Ну, ладно, будем продолжать. Та же самая петрушка, уже была какая-то лунка, у меня по-моему, с 20-ником. короче, выкапываю, выкидываю. Чистый черный сигнал. Она видите где? Щетка прямо, смотрите, след, видите, след от лопаты. Как она не от царапалась тебе, хрен. Релепандус. Опять совет, да что сегодня день совета? Советский союз. Что это 20-ник что ли? Здорово! какая-то точняк. И ход-то у нас хороший, а? Нет? Какой? 42-ой. Да нормально, чего нет-то? Тоже зачет. Тот зачет. Это пойдет. А как не пойти-то? Где Хабарница-то? Вот она. Вот она наш Хабарница. прибавляется потихонечку. Закапываем. Даже вот комок видите? Не пришлось, блин, какой тяжелый это. Не пришлось его. Вообще оп! Все, гля, как и не было ее. ветерок подымается. Но нас он не остановит. Погода окончательно испортилась. Поэтому я буду собираться, наверное. А? Ну, что сказать? Сегодня у нас не густо. Ну, и, как говорится, да? Кое-чего есть. В общем-то, вот так вот мы сегодня походили. Ну, неплохо, я считаю. нормально. Вчера и сегодня два дня почти. Ну, что ж, сколько можно сосать с этого болота, так сказать? Надо искать новые места, будем открывать. Сейчас подготовились мы к выезду с Олегом. Скоро поедем опять в экспедицию. Конкретная экспедиция в лесу. Старое-старое заброшенное место. По старинной дороге, потом на урочище. Не знаю, был там, кто не был. Но факт в том, что будем пробовать. Если кому понравился ролик, я очень рад. Подписывайтесь, друзья, на канал, не пропускайте новое видео. Подписывайтесь в группах ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, тамбовские кладоискатели. Я вас всех жду у экранов на следующем ролике. А сейчас до новых встреч! Пока! Субтитры Редактор субтитров А.Семкин